В спокойном ключе начинается схватка. И несмотря на то, что здесь явный фаворит Денис Хламенков, участник Олимпийских игр, лидер сборной Белоруссии, Никита Хабаров, который не входит в основную обойму сборной России, по вольной борьбе, все-таки пока на первых секундах не испытывает того давления, которое обычно Денис Хламенков обрушивает на своих соперников. Но с другой стороны, и вчерашний поединок Денис начал ни шатка, ни валка, а уже потом перехватил инициативу, разозлившись на своего соперника, и постепенно прибрал к рукам инициативу, и вместе с ней завершил схватку уверенной победой. Да и вообще этот парень любит разгоняться постепенно, любит посмотреть на что гораздо оппонент, и чем он опасен, прощупать, что называется, его слабые стороны, а уже потом наверняка атаковать и делать это максимально точно. Завершаются полторы минуты схватки с нулевой ничьей, но 30 секунд активити по итогам этого времени получает Никита Хабаров, и нужно будет включаться представители цепени Тесаха Якутия, для того, чтобы не отдать балл соперни. Повел с учетом 1-0 Денис Троменков, и 55 секунд остается до конца первого периода. И вот сюда остановка поединка. Такой коренастый, плотный Никита Хабаров против чуть более сухого и повыше роста Дениса Хроменкова. Но с точки зрения габаритов не просто будет Хроменкову при всей его крепости, потому что соперник будет явно пошире. В то же время в скорости преимущество есть у Дениса Хроменкова, в опыте и, конечно же, в атакующем потенциале. Я думаю, что и в арсенале приемов, которые, возможно, да и, наверное, доверняет точно, можно сказать, что у Дениса Хроменкова повыше в силу его богатого международного опыта. Три секунды остается до конца первого периода. Проходят они в атаках Дениса Хроменкова, которые адресата не достигают, при этом минимальное преимущество, с которым Денис уходит на перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Начинается второй вперед и пытается пробить руки своего оппонента Денис Хроменков. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Хроменков поднимает своего оппонента, но не просто поднять такого габаритного соперника. И вот все-таки забирает два балла. Развивает наступление уже в ногах оппонента. Пытается взять на скрестный. Не удается и продолжение атаки уже в партере. Но и накат осуществить так же не удается Денису Хроменкову. В то же время постепенно счет становится все более крупным. 3-0. Преимущество белорусского спортсмена за минуту 42 секунды до конца. Преимущество белорусского спортсмена за минуту 43 секунды до конца. Ну и вновь силовая борьба у ковра, у центра ковра, в которой пока преимущество ни одна, ни другая сторона не имеют, но по счету, конечно же, впереди Денис Хроменков. Да и в целом воодушевление у спортсмена, который ведет, конечно, гораздо больше окрыляют набранные баллы. Ну а Никите Хабарову нужно уже стараться атаковать более прицельно и находить бреши в обороне Дениса Хроменкова, во всяком случае нагнетать темп и обозначать атаки, заставляя ошибаться соперника, иначе этот поединок в такой схватке и в таком ключе не выиграет. 20 секунд остается до конца. Пытается уже ваш комментатор нагнетать давление и эмоциональную составляющую. Ну и идти нужно уже на финальный штурм Никите Хабарову, потому что три балла, конечно же, за такой короткий отрезок времени отыграть очень сложно. В итоге... Не стал идти на финальный штурм, а ограничивался просто короткими тычками своего соперника, но я даже особо не верю в то, что они принесут результат. И финальный шесток с кинутой руки Дениса Хроменкова, который фиксирует победу белорусского спортсмена и золотую награду заключительной весовой категории, которая ставит жирную точку под 51-м номерным турниром Александра Медведя, чемпионом которого стал Денис Хроменков.